Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тут художник, который может видеть каждого. Наконец-то в Америке и в Европе нашли способ раз и навсегда эффективно уничтожить украинскую коррупцию. Причем подсказало им это. Это прекрасное событие, когда вдруг Хизбалла с помощью израильских пейджеров начала благополучно переходить, собственно говоря, туда, где их должен встретить Аллах, вот эта вот гора девственниц и всего остального счастья. То есть, конечно, конечно, евреи делают вид, что они тут совершенно ни при чем. Кстати, мы с вами обязаны, хотя бы из чувства благодарности, тоже делать вид, что мы не считаем, что эти они, что это они. И смотрите, я вам сейчас вот коротко напомню, буквально полминуты мою версию, а потом мы перейдем к смыслу. Как же у нас, благодаря прекрасному опыту, можно победить коррупцию раз и навсегда, причем достаточно быстро. Моя версия была в том, что на самом деле эти пейджеры Ермак купил специально и заказал для слуг народа всех уровней. Там от Верховной Рады, Кабмина и до каждой области, буквально 5-6 дефективных тысяч украинских менеджеров должны были получить пейджеры, да. От безуглой до последней Архамии должны были опейджериться. Ну, им должны были сказать, что если что, мы нажимаем на кнопку и... Ну, новая почта. Я даже не знаю, может быть, наши израильские друзья, может быть, это не просто халатность. Ну, в общем, эти пейджеры, вместо того, чтобы разойтись по слугам народа, что, в общем-то, идея была, с моей точки зрения, прекрасная. Они уехали туда. В Ливан. Ну, и теперь дисциплину ловили среди врагов Израиля. А когда американцы посмотрели на это дело, то они, собственно, вдруг поняли. Ну, кстати, совершенно новую версию, о которой мы еще не слышали про эти пейджеры, я расскажу чуть позже. Она безумно интересная, кстати. Так вот, они, когда увидели эту ситуацию, они подумали, значит, ну, наверное, слуги народа уже на пейджеры не купятся. Ну, раз уже такая идея и пропала зря. В принципе, метод, метод, сама методология решения вопроса прекрасна. Но пейджеры уже не проканали. Я не знаю, кто автор гениальной идеи. Ну, я не буду озвучивать, чтобы ему не прилетело. В общем, есть такая мысль, что надо просто взять и несколько миллиардов долларов, причем наличные. Вот исключительно кеша. Передать в руки там вот этой шоблы, там, Зеленского, дефективных менеджеров, Ермака, чтобы им вот досталось кеш. Причем, чтобы они не знали, что эти деньги отравлены. Чтобы там такое специальное отравляющее вещество. И вот когда они все эти деньги пересчитают, пошуршат, передадут, отправят, то есть, ну, чтобы оно действовало первое время. Вот те, кто первое время им там тоже, то, значит, а, и чтобы вот все, кому это в руки попало, чтобы они все кирды. Тогда у нас автоматически исчезнет вся Верховная Рада. Ну, опять-таки, исчезнет не вся. Я вам скажу, что честно, что половине голоса и вот этой вот ЕС Порошенко, ни один доллар из них не достанутся. Это практически 100%. Кстати, ЕУЛЕРАС тоже ни одной купюры не получит. Это гарантия. То есть, вот коалиция из регионалов, ОПЗЖ и слуг народа, они просто скопытятся. Это, можно сказать, мгновенно. Опять, весь Кабмин, огромное количество всех вот этих вот решал, особенно по местам. Они же все, это все прилипнет к их потным ладошкам. И чтобы вот произошедшая реакция, вот купюры, прилипающие к ладошке, чтобы она имела последствия, навсегда исключающие, пребывание вот в ворующей цепочке в руки берущего и себе на карман кладущего. Идея, мне кажется, прекрасна. Причем она даже лучше будет работать, чем пейджеры. Потому что, ну, с пейджерами, знаете, там же не дай мог, может, там, взять, там, ребенок, да, там, ну, какие-то. А здесь, я уверен, что там ни один волонтер, там, ни один, там, получивший ранения на войне не пострадает от этих купюр. Эти купюры вольются исключительно в русло вот этой вот слугонародной, вот этой вот коррупционной реки. То этот поток, он сам себя уничтожит, потому что они же начнут это все пилить. И при процессе пиления начнется процесс навсегдашнего исключения их из политики. Кстати, есть еще одна очень интересная версия. Она, ну, появилась совершенно недавно. Она не получила широкого распространения, потому что, ну, скажем так, наверное, ее сейчас начнут раскручивать. Ну, а может, и не начнут, потому что она, скорее всего, имеет основание на серьезность. Возможно, она и является истиной. Мне сказали, опять, не буду говорить, кто, но кому я доверяю, что, скорее всего, схема прорабатывала следующим образом. То есть, на самом деле, Хизбалла, которая делала вот эти пейджеры для себя, она их заказала. Она договорилась с фирмой-производителем в Венгрии, потому что у корейцев купили лицензию. И в Венгрии эти пейджеры изготавливались специально для них. Так вот, они хотели исключительно для контроля своих этих хизбалинцев, для того, чтобы определить, опять, кто вдруг среди них есть предатели. Они для того, чтобы как-то, ну, там всю историю понять до конца нельзя, но они хотели эти пейджеры модернизировать таким образом, чтобы втихаря контролировать. И они туда сами тайно провели операцию, чтобы в их пейджеры попало то, что хотели они. То ли какая-то микросхема, то ли, в общем-то, какое-то устройство, чтобы они сами могли эти пейджеры отслеживать. И если кто-то из этих вот пейджерящих вдруг работает на врага, то есть там был какой-то девайс, что в случае слива информации, в общем, что-то они хотели туда всунуть сами. То есть это их была идея, чего-то свое туда засунуть. Прекрасно то, что сработали израильские службы. Скорее всего, Моссад, который никогда в этом не признается и правильно сделает, и мы его даже поддержим, что они этого не делали даже близко. Это все, шаббат шалом. Шалом алёй хим клейк крейтсман, да? Тиш мерентухис. И снова здесь я в бархатных штанах, как говорится. И вот они сделали так, что вместо того девайса, или вместе с тем девайсом, точнее, скорее всего, вместе, был, скажем так, подсунут девайс, который отличался от оригинального, ну, вот какой-то микросупер микросхемкой, ну, и материалом, из которого изготовлена сама плата, которая должна была туда попасть. Вот материал, из которого была изготовлена эта дополнительная плата, которая была туда поставлена по заказу самой же Хизбаллы, и стала источником взрыва. То есть, плата, не какая-то там полоска взрывчатки, не какой-то мешочек, кулечек или шарик, просто сама эта деталь была изготовлена, пластинка, из взрывчатого вещества. Вот, собственно, гениально и просто, потому что, как говорят специалисты, это единственный способ эффективно это сделать. При разборе пейджера мы не видим никаких лишних, особенно взрывоопасных деталей. Кстати, вот опять-таки те люди, которые мне об этом рассказали, они же рассказали ответ на главный вопрос, потому что все уже понимают, что израильтяне взорвали это заранее. То есть, они хотели, чтобы этот взрыв произошел тогда, когда набросятся на них, собственно, в тот момент, когда Хизбалла вскинется и бросится на Израиль. И вот в тот момент, когда они бросятся с военными действиями любого характера на Израиль, вот именно в этот ключевой момент оно все и бабахнет. Тогда любое наступление, любая поганка просто будут пресечены на корню самым же эффективным из всех имеющихся способов. Так вот, как докопались до того же пейджера, говорят, скорее всего произошла случайность, потому что жизнь всегда полна случайностей. Ну, не таких, как у нас произошла хрипатая случайность в 19-м году, да, там была запланированная случайность. А тут произошла незапланированная. Какой-то из пейджеров, как всегда бывает в жизни, куда-то попал, разбился, на него сели, наехали. В общем, произошло так, что этот пейджер растращили на мелкие части. И вот какая-то из этих частей, опять-таки, вдруг оказалась под воздействием температуры. И просто она из-за температуры бабахнула. И вот тогда кто-то, растращивший, раскрошивший этот пейджер, скорее всего, понес и объяснил вышестоящим товарищам, что вот у меня тут какая-то произошла странная вещь. Вот пейджер, вот кусочек, и вдруг упало куда-то на кальян, там, на какой-то огонь, и произошла такая микроскопическая детонация. Аж кальян поломало. А что-то я вообще не понял. И тогда человек, которому доложили, начал докладывать наверх. Пока не додокладывался до агента спецслужб, ну, кому это пришлось, Израиля, по цепочке. Опять, конечно, никакого Израиля здесь даже близко нет. Он абсолютно не имеет никакого отношения к изготовлению вот этих взрывчатых устройств. Ну, собственно, как и Зеленский с Ермаком не имеют никакого отношения в той же степени, как израильские службы не имеют отношения к этим взрывам. Вот точно так же и Зеленский с Ермаком не имеют отношения к разворовыванию украинского бюджета. Ну, как они нам говорят. И тут мы уже не верим. Уже израильским службам мы верим, а вот этим почему-то не верим. И вот тогда израильские спецслужбы осознали, что их спалили. Что буквально часы, ну, максимум день, когда эта информация, наконец, будет раскрыта полностью и пойдет команда всем срочно сбросить эти пейджера. И вот просто средь бела дня была дана команда активировать все вот эти вот устройства. У меня только одна возникает ассоциация, что приблизительно так эти пейджеры сработали против Хезболы, вот оглушительно, разрушительно, и все стоят в афиге и не знают, что с этим делать. Вот точно такой же приблизительный эффект на Украину, на свободу слова, на экономику, на верховенство права, на жизнь всех украинцев возымело вот этот вот взрывной поход Зеленского на выборы в 2019 году. По степени разрушения, по степени уничтожения нашего населения, вот эти пейджеры слуг народа, внедренные в тело украинского государства, нанесли колоссальный взрыв. У меня сразу возникает ассоциация, что ведь фактически вот эту спецоперацию по внедрению в тело Украины вот этих взрывоопасных предметов, а именно слуг членов, там членок и подчленят слуг народа и провели вражеские спецслужбы. То есть понимаете, почерк спецслужб и в том, и в другом случае для меня представляется очевидным. И там, и там это была однозначная диверсия, поэтому не забудьте подписаться на мой канал, лайки, комментарии, репосты, а победа, друзья мои, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не совершеннее.